Привет, друзья! С вами Илья Сплин. Это традиционные пятничные мото-новости, в которых я рассказываю, что интересного произошло в мире мотоциклов за последнюю неделю. На прошлой неделе, как вы, наверное, заметили, случилось страшное. Отсутствовал выпуск мото-новостей, поэтому в этот раз выпуск у нас расширенный. Со мной все хорошо, спасибо тем, кто писал и переживал, просто снимать не было вообще никакой возможности. Сейчас я в новой локации, окно сзади меня меня самого очень сильно раздражает, но я пока не могу с ним ничего сделать, поэтому записываю так и к следующему выпуску мы обязательно что-нибудь придумаем. Перед тем, как перейти к новостям, я напомню, что мы занимаемся доставкой мотоциклов из Японии, поэтому если вы хотите обновить свой мотоцикл, либо приобрести себе первый байк и привезти его из Японии, то обращайтесь к нам, мы делаем это хорошо. А также не забывайте, что к следующему сезону мы купили достаточно большое количество мотоциклов в наличии и по ссылке в описании к этому видео можно посмотреть ассортимент. Итак, поехали к новостям. Ямаха Тенера 700 была представлена в 2019 году и являлась на тот момент одним из самых внедорожно способных адвенчеров. Однако так вышло, что этот класс за прошедшие 5 лет стал самым динамично развивающимся среди всех мото-классов в принципе, поэтому конкуренции в нем очень серьезно прибавилось. В прошлом году, чтобы не теряться среди прочих предложений, Ямаха представила новую версию World Raid, а на 2024 припасла еще одну. Итак, встречайте самую внедорожно-ориентированную версию Тенера 700, которая когда-либо выпускалась. По заверению марки, она рассчитана на покупателей, имеющих опыт в мотокроссе и эндуро. Тенера 700 Extreme. Ходы подвески были увеличены. Ход вилки составляет 230 мм против 210 мм у базовой версии. Вилка это 43-мм полностью регулируемая Каяба с покрытием Кашима, которое уменьшает трение. Сзади же ход стал 220 мм против 200 мм у базовой версии. Монамортизатор тоже регулируемая Каяба. Дорожный просвет тоже увеличился на 20 мм и теперь составляет 260 мм. Помимо этого, у мотоцикла более легкие титановые, заметьте, подножки большего на 35% размера. Суммарно с них сэкономили почти 200 граммов. А вот следующее изменение уже не всем придется по нраву. Горасота по сиденью выросла аж на 3,5 см и теперь составляет 910 мм. Это один из самых высоких мотоциклов в классе. Поэтому для того, чтобы на нем ездить, нужно быть либо самому высоким, либо умелым. Само сиденье узкое, плоское и односоставное в стиле эндуро. Чтобы было удобно перемещаться вдоль байка на бездорожье. Оно стало длиннее, чем обычное на 2 см. Еще добавили внедорожных аксессуаров. Направляющие цепи, причем судя по ее виду, она же может защищать звезду от ударов снизу. Алюминиевое мелкочейство и защиту радиатора и высокое крыло клюв. Также отмечает переключатель пробегов. Ну, стандартную трип кнопку, которая расположилась на левом пульте. Видимо, ее там не было на базовой версии, я сходу не помню. Цены пока не объявлены, но точно будут выше, чем на базовую ТНР, которая стоит 10800 долларов в США. А теперь еще одна модификация мультистрады. Не знаю, какая по счету, я давно сбился. Встречайте, мультистрады V4 RS. Концепция модели, самые топовые спортивные компоненты, максимальное уменьшение веса и сохранение туристических возможностей. Первое действительно крупное отличие от обычных прочих версий мультистрад V4. V4 RS стоит мотор не Гранд Туризма, как на всех прочих, а тот V4, который стоит на Панигале и Стритфайтере. Он называется Досмоседичи Страдаль. Но до мультистрады он был перенастроен. Отдача 180 лошадиных сил при 13,5 тысячах оборотов в минуту и 118 ньютон метров момента при 9,5 тысячах. Работает он в паре с шестиступенчатой коробкой и оснащен любимым многими старыми фанатами Ducati с сухим сцеплением. Оно называется STM EVO SBK и издает тот самый звук, который либо любит, либо ненавидит. Подвеска мотоцикла это 48-мм вилка Yolens с покрытием из нитридо-титана и моноамортизатор того же бренда. И то, и другое полуактивное электронно-регулируемое. Маятник консольный и алюминиевый. Тормоза тоже все, о чем можно мечтать с точки зрения производительности. Стоят четырехпоршневые моноблочные суппорты Brembo Steylima спереди и работают они с 330-мм полуплавающими дисками. Тормозная машинка радиальная, а WS Attraction, само собой, чувствительны к наклону. Колеса 17-е, кованые от марчезини, а будто в пиреле Diablo Rosso 4 Corsa. Теперь к весу. Мотоцикл умудрились облегчить на 3 килограмма даже по сравнению с версией Pikes Peak. Снаряженная масса мотоц составляет примерно 236 килограммов. Ее не заявляют точно, но так как заявляют разницу с Pikes Peak, то посчитать несложно. Минимальная высота по седлу составляет 840 миллиметров, а если купить заниженное сиденье, то 810, что достаточно доступно. Теперь к украшательству. На версии стоят карбоновое крыло, защита рук, теплозащита выхлопа и клюв. Подрамник выполнен из титана, а аккумулятор уменьшился в размеры для уменьшения веса. Поработали и над эргономикой, сделав ее более спортивной. Подножки расположены выше и сдвинуты назад, а руль крепится непосредственно к верхней траверсе, при этом имея более спортивную форму. По итогу посадка получилась более агрессивной, чем на обычных мультистрадах. Касаемо электроники, отличий от других версий практически нет. Трекшн, ABS, настраиваемое торможение двигателем, вилли-контроль, двухсторонний квикшифтер, 4 режима движения и единственное нововведение – это пятый режим движения Full Power Mode, появившийся лишь на этой версии. Стоимость мотоцикла в США стартует с 38 тысяч долларов. А теперь третий подряд новость об адвенчирах. Теперь о новинке от Moto Guzze, модели Stelvio. Я уже рассказывал о ее разработке и даже показывал шпионские фотографии. А теперь бренд полностью рассекретил модель и все ее технические характеристики, что несколько удивительно, так как полноценная презентация пройдет буквально вот-вот на ИКМе. Как было очевидно с самого начала, мотоцикл построен на платформе модели V100, используя в том числе его двигатель. Традиционный для гуцзы продольный V-Twin объемом 1042 куба, отличающийся от прочих традиционных моторов бренда жидкостным охлаждением. Выдает он 115 сил. Трекшен и ABS на модели чувствительны к наклону. Что касается философии модели, Stelvio это адвенчир для преимущественно асфальтового туризма. У него спецованные бескамерные колеса, 12-е спереди и 17-е сзади. Подвеска, это регулируемая по отбой и преднатягу от САЧ или ЗАГС для зануд спереди. И Каяба сзади с ходами по 17 сантиметров. Электронно-регулируемой подвески, как на V100, кажется нет. Но не исключено, что ее могут добавить позже. Важной опцией мотоцикла стал радар. Он используется для предупреждения столкновений, мониторинга слепых зон и, конечно, для адаптивного круиза. Так что полку марок с радарными круизами прибыло. Среди списка опций также значатся кофры и подогрев сидений. Цены пока неизвестны, их объявят на ИКМе. Думаете, мы закончили на сегодня с адвенчурами? Как бы не так. На очереди обновление двух кроссоверах от BMW. S1000XR и M1000XR. Начнем с первого. У мотоцикла увеличилась мощность. Рядная четверка теперь выдает 170 сил при 11 тысячах. И это на 5 сил больше, чем было раньше. Момент при этом не поменялся. Электронно-регулируемая подвеска с ходами в 15 сантиметров теперь входит в стандартное оснащение мотоцикла. У мото также было полностью переделано сиденье. У него увеличилась и длина, и ширина. И также подросла его высота в стандартной версии на сантиметр. До 850 миллиметров. Также изменения на 2024 год коснулись задней части мотоцикла. Появились новые боковые панели и воздуховоды. А клюв спереди теперь окрашен в основной цвет. У радиатора также появилась новая текстурная поверхность. Еще в стандартную комплектацию добавили адаптивный свет, дневные ходовые огни, бесключевой запуск, батарея емкости 12 Ач и USB-зарядку. Цена в США начинается от 20 400 долларов. Еще весной этого года я рассказывал вам про M1000XR, причем достаточно подробно. Но, если кто не помнит, компания тогда представила прототип, а вот официальная премьера состоялась лишь 26 октября этого года. Итак, позвольте озвучить вам технические характеристики первого M-кроссовера от BMW. Начнем с двигателя. Его поставили от S1000RR. На нем есть система изменения фаз газораспределения ShiftCam. И выдает он 201 силу при 12750 оборотах в минуту. А также 113 ньютон-метров момента при 11000. Сзади стоит 47-зубцовая звезда вместо 45-зубцовой, которая использовалась ранее, чтобы сделать мотоцикл более динамичным. Также мотоцикл регулируемый впускными воронками для улучшения воздушного потока в двигатель на высоких скоростях. Заявленный разгон до 200 км в час 7,2 секунды. Максималка 272 км в час. Рама у мото алюминиевая. Двигатель используется как напряженный элемент. Маятник тоже сделан из алюминия. Подвеска полуактивная с электронной регулировкой. И хода у нее по 137 мм. Тормозные суппорты брендированы BMW. Они называются M-Sport. Они радиальные и четырехпоршневые, естественно. Работают в паре с 320 дисками. Колеса 17-дюймовые, кованые. Как опцию можно приобрести карбоновые. Снаряженная масса мотоцикла в базе составляет 223 кг. В стандартную комплектацию из интересного входит M-батарея, M-глушитель, спортивный ветровик, регулируемый демпфер, M-ручки, M-сидения, бесключевой запуск, подогрев ручек, круиз, USB-зарядка, адаптивный свет и крылышки. Электроника тоже очень богатая. Все числительно к углу наклону. Есть лонч-контроль, вилли-контроль, контроль скольжения, динамический контроль торможения, мониторинг давления в шинах, квикшифтер и автохолд для горок. Есть даже система, которая позволяет безопасно контролировать вход в повороты с блокировкой и заносом заднего колеса. Само собой, как у любого BMW, есть очень широкий список опций. Можно штатно подключить даже BMW-шную телеметрию и прибор для фиксирования времени кругов. Стоимость штаток стартует с 30 тысяч долларов, что, кстати, аж на 8 тысяч долларов дешевле, чем Multistrada из первой новости. Все, закончили с адвенчурами, давайте теперь обсудим спортбайк. Где-то с год назад я вам рассказывал про Kawasaki ZX4RR. 400-кубовый спортбайк от зеленого бренда, который обладал действительно выдающимися для класса характеристиками. На 2024 модельный год Kawasaki представили младшего брата этой модели, ZX4R. В нем в основном то же самое, но попроще и подешевле. Самое приятное, мотор остался тот же самый, он действительно выдающийся. Я напомню, что рядная четверка на 399 кубов выдает 76 лошадиных сил. Немного в мире сейчас 400-кубовых мотоциклов с такой отдачей. Только вот ZX4RR есть двухсторонний квикшифтер и регулируемая подвеска шова, а обычная новая R-ка их лишена. Все остальное точно такое же. Если говорить о ценах в Штатах, то базовая R-ка стоит 9400 долларов, а у RR есть две модификации за 9900 и 10100. В принципе, доплата всего в 7% достаточно скромна для того, чтобы купить сразу топ-версию. По крайней мере, лично на мой взгляд. А теперь очень интересная новость от Ducati, так как она явно сулит нам что-то интересное. В общем, Ducati анонсировала новый мотор, причем очень подробно с роликом, где показано его доскональное устройство. Но не показана модель мотоцикла, куда он будет установлен. Ее обещали 2 ноября. Когда вы смотрите этот ролик, она уже известна, а вот когда я его записываю, еще нет. Поэтому я обязательно расскажу в следующем выпуске. Итак, что это за двигатель? Представьте себе Panigale V2. Так вот, новый двигатель, это его половина, то есть одноцилиндровый высокопроизводительный мотор с десмоприводом. Называется он SuperQuadro Mono. Размеры клапанов, диаметр цилиндра, десмопривод, все как у старшего брата. Отдача мотора хороша. Он выдает 77,5 сил при 9750 оборотах в минуту с 659 кубов объема. Если поставить к нему опциональный выпуск в Термионе, то отдача вырастет до 85 сил. Отсечка на 10250 оборотах в минуту, что, по словам Ducati, рекорд для серийных дорожных и нацилиндровых мотоциклов. Коробка передач шестиступенчатая, а еще доступен квикшифтер. Интервал замены масла раз в 15 тысяч, да с мой сервис раз в 30 тысяч километров. Давайте подведем итог. Крутильный, одноцилиндровый, мощный мотор. Максимальной мощности момент достигается сравнительно поздно. Что за мотоцикл может быть с ним? Мое личное предположение, Ducati покажет нам SuperMoto. Если Дима монтирует ролик тогда, когда мотоцикл уже объявлен, то ниже будет написано, прав я или нет. Но вы в любом случае можете поглядеть в интернете. И подробный рассказ вас ожидает уже в следующем выпуске. Это были не все новости от Ducati. На этой неделе их прямо-таки прорвало, причем эта новость тоже невероятно важная для марки. Итальянцы готовят мотоцикл для мотокросса. И выйти он должен уже в 2024 году, приняв участие в чемпионате Италии 2024. Мотоцикл, как раскрыла компания, был в разработке уже пару лет. И если все пойдет по плану, мотокроссовая модель лишь первая в линейке внедорожных. В качестве тест-райдера для нового мотоцикла Ducati наняла 9-кратного чемпиона мира по мотокроссу Антонио Карролли, который родом в Сицилии. Единственная подробность относительно нового кроссового мото, что в нем будет десмопривод. В общем, буду держать в курсе. А теперь чуть о высоких технологиях и бигдата. Google-картами пользуется очень много кто в очень многих странах. Ребята в Google решили, что раз у них есть данные в реальном времени о передвижении огромного количества транспортных средств, то они могут быть полезны с оптимизацией трафика. Презентация проекта построена на экологии. В городах загрязнение воздуха в среднем, по их расчетам, в 29 раз выше, чем на загородных трассах, поэтому неплохо бы с этим что-то сделать, так как машины стоят в холостую и работают. Но для обычных пользователей куда важнее не стоять в холостую по несколько иным причинам. Просто подумайте, за что вы не любите пробки. В общем, в Google работают над системой, которая будет координировать между собой все светофоры в городе, как и время их включения и выключения. Система построена на базе искусственного интеллекта. Что интересно, это не какие-то абстрактные размышления, потому что систему сходу уже вот сейчас запустили в тестовом режиме на 70 перекрестках в 12 городах в мире. Среди них Абудаби, Бали, Будапешт, Гамбург, Джакарта и Рио, например. В общем, у меня вообще нет никаких сомнений, что лет через 10 такую или похожую систему будет применять практически весь цивилизованный мир. Кстати, что очень приятно, в данный момент можно подключить город к этой самой штуке от Гугла бесплатно. Но уже существует лист ожидания. Ну и последнее на сегодня. Скоро Новый Год, а это может быть действительно идеей крутого подарка. Компания Хонда решила отпраздновать свое 75-летие и в честь этого сделала коллаборацию с другой старой компанией Конверс, от которой кеды делают. И сделали они две модели. All-Star Honda RS High Black и WP High Pico. Первая модель вдохновлена костюмами для мото-гонок прошлых лет. На ней вышиты логотипы, связанные с Хондой, и они похожи на нашивки на этих самых костюмах. В итоге модель вышла в основном синий, красно-желтый, что является отсылкой к старым гоночным цветам бренда. Вторая модель вдохновлялась дизайном старых курток от Хонды и расцветкой классических моделей, таких как Хонда CB750 Ford. На этой модели хондовских эмблем тоже более чем достаточно для того, чтобы фанат марки такой подарок оценил. Кеды уже вышли в продажу эксклюзивно в Японии по цене в 96 долларов. Если вы не в России, то купить, думаю, будет достаточно просто. Если в России, сложнее, но тоже возможно. Кисик, иди работать. Вот и все новости на сегодняшний день. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите об этом в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин, и Кисик, до новых встреч. Мне нравится все сниматься, да? Ну ладно.